Ребята, всем привет! Это канал JoyWire, с вами снова Джо и добро пожаловать в наше уютное и дружелюбное приключение в мире Dark Souls Remastered. Вы можете спросить меня, какого хрена я нахожусь рядом с костром в Sands Fortress? У меня есть для вас ответ. Все из-за того, что я фармил вот эту малышку. Вот этот интересный меч со скейлом B по ловкости. Вообще, очень крутое оружие, судя по отзывам на форумах. Рекомендую его пробовать. Я фармил его ближайшие полтора часа. Здесь будет сейчас вставка идти с моментами, как оно добывается. Там шанс 1% и падает он только с двух вот этих рыцарей с большими щитами, которых вы можете увидеть на записи. Не буду мучить вас всем видосом. Конечно же, я повторял это огромное количество раз. Сейчас вы можете помнить, в прошлой части мы закончили там где-то 19500 душ было. Еще русский язык, сложная штука. Сейчас у меня 44600, с учетом того, что с простых зомбей падает где-то около 80... От 80 до 100, наверное, скажем так. И с этих ребят от сотни до 200 опыта душ, условно. И 44613. Тем не менее, я нафармил дохрена там всяких прямых мечей, рапир, арбалетов. Нападало куча щитов. С этих ребят балдерские щиты. Их броня нападала, там всякие их перчатки, штаны, набедрен по ножам, шлемы и прочая хрень. Мы это использовать не будем, самое главное для нас то, что у нас выпал этот меч. У него интересный мувсет. Р1 атакует как прямой меч, а Р2 прямую атаку наносит с выпада, типа как рапира что ли, или как кортик. Что-то такое. И мне интересно было бы его потестить далее. И так как мы находимся в этом прекрасном месте, в прошлом эпизоде, напомним, мы в трущобах, в трущобах, в канализации, нашли большой уголь. Его необходимо отдать Андре. Давайте пообщаемся с этим дядькой. Конечно, отдадим. У меня план такой. Мы воспользуемся этим балдерским мечом, как бы там сайт 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 сорт, не суть. Попользуемся им до того момента, пока не сможем добраться до меча квилик. Напомню, чтобы получить меч квилик, необходимо прокачать до плюс десяти какой-нибудь кривой меч и притащить его гиганту кузнецу. Ван Орландо. Так что это немного более поздний этап. У нас тут еще есть пара боссов, которых нужно заморочить. Давайте качнем этот меч и попробуем эту малышку в действии. Помимо этого у меня нападала еще куча титанита с этих бичей. Господи, шанс в один процент. И всего два врага, которые дропают. Сколько раз мне приходилось... Сколько раз мне приходилось возвращаться к костру. Мне нужен большой осколок титанита. Там, по-моему, он... Он его не продает. О, щет, гады! Нам нужен большой осколок титанита. Мы можем, кстати, взять... Раз уж мы здесь... Пусть будет. Он же не продает... Будет неловко, если он продает это оружие. Но нет, у него только полуторный меч, палащ и длинный меч. Что ж, нам нужен большой осколок титанита. Где мы его можем достать? Хм... Хм... Кстати, пока мы здесь тусим, можно какой-нибудь кривой меч тоже улучшить. Сразу. У него есть два осколочка титанита. Это не так много. Со временем он начнет продавать бесконечное количество. Подождите. А, это у меня сколько есть. Сколько там? Десятку, да, надо? Усилим какой-нибудь кривой меч. Типа, сабля... Это же кривой меч. Кривой меч. Улучшим саблю. Все равно душ у нас сейчас порядком. И остальное мы можем... Запихать в уровень. Теперь нам нужно два больших осколка титанита. И все остальное будет... Кусками титанита прокачиваться до плюс десяти. И... Спасибо, Андре. Ты, как всегда, мил, добр. Больше всех заботишься обо мне. Что там по урону у нас стало? 120 плюс 24. И сейчас мы еще вольемся в ловкость. И потестим эту малышечку. Должна... Должна быть интересна. Не такая крутая, сразу скажу, не такая крутая, как коса. Возможно, придется вернуться к косе. Ее, наверное, починить. И травяной щит. А я еще секиру там по пути нашел. И кучу всякого разного мусора. Че, вольемся в ловкость. Допустим, до двадцати. До двадцати, наверное. И пару в здоровье. Можно было бы все в ловкость. Можно все в ловкость, на самом деле. У нас есть кап в сорок, которую нужно добить по ловкости. А как это сильно повлияет на урон, интересно? Плюс 51. В два раза доп. урон вырос. И че, че будем делать-то сегодня? Можем вернуться в канализацию? Там угарнуть. Там есть че поделать. Там огромные крысы, рыцари, страшные боссы. Страшный босс. Босс-демон. Кстати, мне вот это нравится. Мне вот это нравится. Шотать с одного раза, это мне нравится. А, еще, почему у меня десяток человечностей в гайдах говорят, что это лучше всего влияет на дропрейт. С десятком человечностей лучше всего дропрейт становится. Потестим на этих ребятах. Один точно сагрился. Правый. Он уже бежит. Только вот на этих двух левых. Представляешь? Один процент. Один, мать его, процент. У-у-у. У-у-у. Очень неплохо. Ну-ка, я не потестил Р2. Че по урону от Р2? А, шотает, шотает. Скажу так. Похоже на урон от косы. Ну, в смысле, я уверен, что коса больше на 222, кстати. Очень неплохо. Очень неплохо. Нам нужен только лишь большой осколок титанита и... Гадем! Мы такие дела сделаем. Че, давайте возьмем шорткат, вернемся в катакомбы, тусанем там. Катакомбы, я не знаю, подвалы. Сейчас увидим, там явно будет название, и мы будем придерживаться его. Ах, плюс 5, черт. Большой осколок титанита. Вот где собака была зарыта. Кстати, я мог еще облегчить себе дропрейт тем, чтобы пообщался бы с этим чувачком. Он же дает этот... Он же дает монету ржавую. И она увеличивает дропрейт в том числе. Пиромант появился здесь. Бать в здании. А отсюда мы можем сразу сейчас дернуть обратно в катакомбы. И там интересно провести время. Ну, этих ребят шотает, ну и как бы... И коса шотала. И я не сомневаюсь, что это оружие будет сейчас хорошо. Будет неплохо справляться со своей задачей. Это прям... Прям точно. Ну и... От косы мы все-таки не отказались. А если все пойдет хорошо? Я уверен, что все пойдет хорошо. Мы рано или поздно доберемся до Анарландо. Вау. Это был прыжок и вообще с половиной, друг. Неплох, неплох. А, они даже саладин. Ссср-1, прошу прощения, кладутся сразу. Придем в Анарландо, а там пересядем на меч Квилик. И это будет... Это будет уже совсем другой уровень. О, как хорошо, что я здесь открыл шорткат. Это... Так, huge. That's big. Это дыреха вроде ничего полезного не продает для нас. Здесь один грустный лучник. Баба. И отсюда мы возвращаемся. Я думаю, обязательно... Блин, я вот... Я хотел проделать эту всю страдку. Я думал, что шанс дропа будет, конечно, получше. Ну как, один процент. Я думал, что я убью, типа, сотню. И... Мне выпадет. Разве не похоже на правду? На математику? Но оказалось так, что пришлось поубивать их чуть дольше. Не страшно. Да зато куча душ. Прокачали сразу несколько оружий. Кстати. А что по... По статам у сабли, кстати? У нее B тоже скейл. У нее такой же урон. У нее хуже деф? Но... Как бы да, да. Она легче еще при этом. Но ее мы точно прибережем. Прямо вот... Сто процентов мы ее побережем. Для того, чтобы превратить в меч Квилик. Прямо точно. Что там за красное горение? Если кто-то вторгнется, я сразу АФК выхожу. Я гарантирую. И у меня... У меня было ощущение... А, они там столы поджигают. Совсем кукухой двинулись старые. У меня было желание... Скачать какой-нибудь там генератор сохранений. Там редактор всякой херни. И... Просто сделать себе этот меч. Но... Во-первых, я не хочу, чтобы аккаунт был забанен. Может быть, когда-то мы с вами соберемся. И устроим кооп в Dark Souls 1. А я не хочу, чтобы меня отняли эту возможность. Вот. Да и нахера? В принципе, я потратил всего час. Ну, полтора, наверное. Наверное, да. Все-таки полтора часа. И... Оно, в принципе, того стоило. Ну, чё, я бы дал себе меч. Ладно. Тепличные условия. Очень круто. Дал меч. Вообще, красавчик просто. А где наслаждение от этой игры, в конце концов? Разве мы не катаем для того, чтобы проводить время? Убивать время, в конце концов. Как угодно называйте. Это же все для этого. И я не считаю это пустой тратой времени. С учетом того, что я насладился каждой минутой всего этого мероприятия. Да, там, кстати, в этой нарезочке, возможно, я оставлю момент, как меня парировали. Ну, знаете, я думал, что они не парируют R2. А оказалось, они очень даже парируют. И чуть не порвали мне жопу. На моей же глупости. Было бы обидно потратить десяток человечности просто так. Ну, мы его рано или поздно потеряем. Возможно, это как раз та самая локация, где мы потеряем этот десяток душ. Скорее всего. У меня есть предчувствие, что это именно та самая локация, где мы потеряем десяток душ. Наверное, так будет правильно сформулировано. Но только не от этой хрени. Умоляю. 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 Фух. Фу, я думал. Вот. Вот это урон, который я помню по этим штучкам. По этим козюлем черным. Это да. И так как... Аааа. Мы не можем, да, превращать без Андре. Все равно, найдя большой осколок, придется вернуться. Не, не суть. Это не страшно. Я всегда рад возвращаться к Андре. Он такой располагающий к себе персонаж. Я здесь немного пробежался в этой локации, но не делал каких-то подвигов. То есть я забежал сюда, убил разок этих мышек. Залутал здесь душа. Душа здесь валялась. Сходил сюда. Здесь... Что? Здесь спуск, по-моему. Убил этих мышек. Забрал там, вон где трубчик сидит у забора. Забрал там ключ. Ключ от канализации, по-моему, он назывался. И все. И я подумал, блин. Наверное, у нас есть шанс сейчас сделать что-то интересное. Гоу. Нарулем новое оружие. Я пошел, сделал это. И... Туда я не проходил. Я пробежался по этому маленькому коридорчику. И здесь еще одна душа валялась, соответственно. А здесь был туман. Я его открыл. Испугался, что это слишком серьезный прогресс будет без вас. И не стал. Не стал. Без вас не захотел. Ну, камон. В смысле... Я могу оффстрим вообще изи катать. Оффвидос, так сказать. А че толку? Потому что в конце концов, чтобы получить удовольствие и вас поразвлекать тем, как у меня хреново получается катать в Дарксоус. Если бы он саданул второй раз, я, возможно, погиб бы. Давайте, крыски. Ух! Я не недооценил их крутость. Тем не менее, умирают они от одного тычка. Можно было бы здесь потестить косу. Я этих крыс не убивал, не знаю. Ну, они однозначно от косы будут тоже от одного удара умирать. Как бы. Ну. Разве в этом суть? Разваливать. Ну, вообще-то. Большой осколок титанита. Это то, что нам надо? Это то, что нам надо? Для того, чтобы качнуть до десятого меча. Ну, в смысле, до плюс шестого, а там, там дальше уже другой титанит. Там, по-моему, куски титанита или другая хрень. Это же, по-моему, то, что надо. Там еще крыска. Там чувачок. Здесь где-то... Ловушка. А, да-да-да-да. Вот эта крыса, она, типа... Она может пробежать, а тебя туда, в эту... В смыв кидает. И ты очень плохо время проводишь в итоге. В этой локации надо быть внимательнее. Че это? Еще душа? Опа. Чуть не упал. О! Ты шо, такая страшная? Какая страшная, зараза. Че с ней делать? Скачь там, че-то. Может, я попробую как-нибудь в узком коридорчике сейчас? Нагнуть. Ну, кстати. Пара тычек. Пара тычек должна погибнуть. Я боюсь, что если я не задефаю... Одна тычка и... Мертвый я. Либо она там сразу яд вешает и... Я еще хуже время провожу. А, хотя у меня же есть противоядие. Че я боюсь яда? Тем более, это лайтовый яд. О, еще человечность. О, еще душа. Прогреве... Там еще какой-то лут наверху. Что-то страшный какой-то спуск. А, да, вот здесь я как раз ключик забирал, а здесь... Вот эта дверь, это шорткат. Я не помню, с какой он стороны открывается. Хм... Ну, в смысле, он точно не с этой стороны открывается, где лестница. Это я однозначно могу сказать, потому что я подходил с той стороны. А здесь, по-моему, надо перепрыгнуть через эту яму. Это... Сейчас будут чудеса эквилибристики, либо... Мега фейл. Красиво, красиво. И, по-моему, мы вернулись сюда, откуда пришли. Че? Хе-хе, зараза. Я боюсь, что это летальная как-нибудь яма. Прям... Я... Я вот... Я чувствую, что это гибельная яма. Прямо сто процентов. Ну, давайте скатимся с этой огромной горки. Еще можно туда перепрыгнуть? Я боюсь, что обратно в горочку у меня не получится. Давайте спустимся. Давайте спустимся. Может, там какая-то лестница шорткат открывается. Я уже не помню. Это было тысячу лет назад. А, здесь даже... Нет противников. А, я... Я вижу это... Эти... А, окаменяющие... Лягухи, наверное. Их можно называть лягухами? Амфибии? Главное не стоять в их пердеже. Это... Единственный совет, который я могу вам дать, как специалист Dark Souls. Не дерзайте мышки. Точно. Мы сейчас доберемся до... До босс-арены. И там можно будет пройти и открыть шорткат. Вот этот, который мы видели. Вот эту дверку. Чтобы после смерти, соответственно, можно было проще до босса добираться. Да, по-моему... По-моему, такая тема. Либо я вообще все перепутал и... Все. Все, как обычно. Ничего нового. Так, там еще один остался. А может быть и не один. ББ. Сейчас набздит же. Да-да-да, смотри. Смотри, что делает. Сарис, что делает, сука такая. Хорошо, что они шотаются. Вообще, в принципе, все шотается. Око смерти. Феньки. Их можно приносить в какой-то из ковенантов для того, чтобы получать бонусы. Звучит как... Как ловушка, да? Да. О, бля. О-хо-хо-хо-хо. Мы только что могли с вами неплохо так... Окаменеть. Хм-хм. К счастью, все прошло... Они еще и сквозь этот... Сквозь решетку там бздят. Йоу. Так, дядь. Помоляю. Вы успокоитесь. Попробуем их забайтить вниз. Или... Или они здесь уже рейдж теряют. Не-не-не. Они все еще идут. Есть. Еще око смерти. Спасибо. Бадзиба. Я не думаю, что они нам пригодятся. Кстати. По-моему, у око смерти... Оки? Очи? Очи смерти. Можно притаскивать нита. По-моему, нита их собирает. Это лучшее, что я мог здесь сделать. У-у-у. Гаттэм. Еще большая душа? Слушай. Да у нас душ хватает. Ну ладно, не буду говорить, что хватит... До сорокового катнуть. Ну, у нас достаточно много. Достаточно много в запасе. Я... Что-то не очень хочу туда прыгать. И вниз вот тоже что-то... А, здесь проход-то отсюда. В ту комнату, да? О, драдудя. Фу-у-у. Еще один. Э-э-э. Чеп. Они достаточно медленно кастуют. Отравление. Я могу с правой кнопкой... С правой кнопки. Наверное, с тяжелой атаки. Убивать их быстрее, чем они прокастуют. Фишка в том, что один... Кольцо злого глаза. Один неудачный промах. И как бы ГГ вообще. Поглощает здоровье павших врагов. Ок. Там прям мизерный-мизерный, но все равно отхил при убийстве противников. А учитывая, что у меня одна фляга с эссусом... А-а-а... Ну, такое. Ну, такое. Что же, возвращаемся назад. Здесь, по-моему, зачистили все, кроме... Кроме одной кучки лута. Ну, не хочу. Реально, не хочу перепрыгивать. Куда-то в яму падать, чтобы меня там траванули и... И прочее, и прочее. Даже... Даже проверять не хочу. Уверен... Что там... Какая-то хрень. Но если я не прав... Отпишите в комментариях, я вернусь в это место, и... Мы все с вами залутаем просто вообще в нули. Просто скажите мне, что оно того стоит. И мы уже там. Что-то... Что-то нету дэмэджа. Он еще кровотечения накладывает. Бега. Фу. Из. Эг. Сдох. О, полученную человечность. Ну, и что-то новое. Шипастый щит выпал. Уууу, гадем. Он 300 может нанести кровотечение. Типа, если противники будут бить по нему, они стакают на себе кровотечение. Прикольно, прикольно. Это какая-то ловушка. И? Ты меня тянешь в ловушку? Слушай, я думал, что намного меньше хилиться, кстати. С этим кольцом. Как бы... Ха. Без разницы, с двух рук с одной атаковать. Ну, у этих ребят слабость к огню. Ну, явно. Мы это с вами уже выяснили. Да, здесь еще прыщи на потолке есть. Еще мышка там тусит. Миша, подходи. Нам спешить некуда. Мы затыкаем все потихоньку. Зачистим. Все нормально. А вон, кстати, проход. Это... Очень полезно. Очень полезно. Мышка, чего ты убегаешь? Вы когда толпой такие дерзкие? А когда один на один пвп, это как бы все. Закончились мыши. О, торгаш. Привет. Золотая смола. Кстати, мы же можем накладывать золотую смолу на этот меч. Он же обычный. Кристаллическое оружие продает. Его броньку можно прикупить у нее смешной шлем. Шлем мудрого. До успехи славного. Нарочи победителя. Сапоги исследователя. Хера он... Коу высокого мнения о себе. А, типа, когда с ним торгуешь, он рассказывает всякие разные гайды. Давайте возьмем штуки три смолы. А, все? Приятный, Тимчик. Золотая смола нам может помочь... Охренеть-ка, у меня столько душ. У меня есть ключ отсюда? Заперто. Ты серьезно? Я столько ключей собрал, чтобы здесь было заперто? Ах, ты сволочек. Волочек. А что здесь? Где-то... Шорткат. Собра... Я чувствую. Я чувствую. То ли вот этот проход. Да, вот оно. Вот он родимый. Вот он. Почему я три флеги с остусом? Вот он, шорткат. Он ведет к костру. Почему я три флеги с остусом? Откуда у меня еще дверь? А, там... Там же есть такая механика. Если кто-то в этой локации возжигает костер, то другие игроки получают флягу с остусом. Да и... По-моему, есть такое. И у нас здесь предстоит битва с боссом. Здесь, по-моему... Ох, сука, страшная локация. Ой, кошмар. Ох, меня аж в болсах закололо, скажу честно. Это не преувеличение. Здесь колдуны сидят на этой стене. И если спуститься напрямую к боссу, то они будут кастовать в тебя стрелы эти магические. И это, конечно, неприятно. Время хорошо не проведешь. Я вот не помню, где эти засранцы. На какой именно платформе. В самый низ, если сейчас спустят. О, смотри. Можно Солера призвать. У-у-у. Браток, тысяч лет. Тяжелый арбалет. Солер. Браток. Давайте позовем его. Тысячу лет его не видели. А тут он, тут как тут. Я и не знал, что его здесь призвать можно, если честно. Он крутой, дядька. Эй, Солер. Привет. Привет, дядька. Готов немного к небольшой джоликооперейшн. О, погнали. Какая же страшная ебанина. Охереть. Ха, господи, отвратительно. Что ж, попробуем, чтобы она сагрилась или на меня, или на Солера. И будем потихоньку ее тыкать как-нибудь. Урона немного, но он весь наш. У-у-у, большая секира короля дракона. Мне кажется, это его немножко разозлило. Беги, Солер, это ловушка. Солера съели. О, господи. Прощай, родной. Был мне как брат. И бой. Точно джоликооперейшн? Зиро хитран. Ключ от чумного города. И прочный поножен. И человек, медаль света. За то, что мы с Солером вместе это сделали. И косточка возвращения. Практически уложились на баф. Времени практически хватило. Там буквально последняя тычка без бафа уже была. Настолько быстро мы его подпачекали. И по-моему здесь какой-то выход, да? Дополнительно открывается. То ли вот эта дверь? А, нет. Не понял. Понял. Окей. А вот эта? Это тоже фейковая. Вы долго? А, подожди. Ключ от чумного города. Это вот эти запертые ворота, которые были рядом с торговцем. Ждэ. Ну, у нас есть отмычка. Мы как бы можем вокруг обойти всю эту локацию. Но когда нет отмычки, приходится убивать обязательно вот этого босса, чтобы получить ключ. Да? Am I right, guys? По-моему так. Где выход-то? Ёкарный баба. 36 тысяч душ, кстати. Подожди. Алло. Где выход? Я же, по-моему, с этого этажа заходил. Не? Я что? Заблудился в трех стенах? Я смог убить босса, но не могу найти выход из этой комнаты? Черт, я в глаза бомблюсь. На этом этаже, что ли? Это самое неловкое. Не, вниз спуск к боссу. Инфа соточка вообще. Да? Да ну, камон, подожди. Я что, потерялся реально в трех стенах? Так. Алло, как я сюда вышел? Вот в этом. Я же отсюда спускался вниз. Здесь где-то вдоль стены выход. Алло. Подачи. Что за обман? Я в натуре заблудился. Можно косточку возвращения использовать в данной ситуации. Потому что я реально сплотился. О, черт. Все, хорош. Хорош ходить кругами. Тем более, я открыл там шорткат. Так что мы без проблем можем продвинуться по этой локации. Ну, совсем тупой, понимаешь? А, ничего. Я смотрю улучшение. Новый уровень. Дэмэдж. Сколько уже стало? Плюс 65. Не, я думал, скеллиться будет чуть получше. Но вы сами понимаете, да? Безусловно, вы же не надеетесь на то, что я единственный наш большой осколок титанита потрачу на улучшение этого оружия. Конечно же, мы улучшим кривой меч 100%. Чтобы из него сделать меч Квилик. Это прям вот однозначно. Других вариантов просто быть не может. Мы к мечу Квилик шли так долго и так упорно. И отказываться от меча Квилик ради этой зубочистки. Ну, сами понимаете. Но я скажу честно, это крутой меч. В принципе, если в перспективе большие осколки титанита станут более распространенным товаром, то мы всегда можем вернуться и... Вернуться к этому мечу, я имею ввиду. И качнуть его. Тоже. И пользоваться как бы... И тем, и другим. Кто нас может ограничить в нашем выборе? У него что-нибудь новое появилось, интересно, в продаже? На-а. Ну, извини, у тебя ни хрена нового не появилось. Че-то, блин, я еще недоволен. Осколок зеленого титанита! Это уже то, что нужно, чтобы качнуть косу дальше. Да, вот. Ключ от чумного города, точно. Точно-точно-точно. Сука. У меня сразу просто негативный какой-то ASMR происходит в голове от этой локации. Прям вот сиюсекундный я прям... Испытываю негатив. Очень страшное место. А, здесь ничего нету. Что ж. Попробуем добраться хотя бы до костра. Там внизу меня уже поджидает, да, смерть и погибель. Я не хочу эту локацию. Я не хочу. Мы можем в нее с другой стороны пройти. О, черт, я уже вижу, как бежит ко мне. Ну, это ты неудачно, конечно, забежал. Пока! Have a nice day. 182, кстати. Еще бы... Еще бы попадать. Но их, по-моему, можно чинить. Да. Как-то... Чейн... Чейнлок? Я... Я не знаю. У этого точно есть термин определенный. У этого явления, когда ты... Просто по КД... Дядик... Сзади берешь, так сказать. Блин, я только сейчас задумался о том, что я сказал. Ну, у этого однозначно есть термин. Я бы не хотел биться с двумя. О, там внизу какой-то лут. О! Дерьмо. О, там... Там Маку Джины. И что, и что, и что это? Блядь, смотри, он кидается. Боюсь. Если он накинет на меня... Это потно, блядь. Как мне страшно-то. Там снизу еще смотри и крадется. Сучка. Уменьшает кровотечение. Это же оно? Мне надо красную траву, да, сожрать? Нет, там какой-то мега... Мега токсины. Надо фиолетовый... Ослабляет действие ядов и токсинов. Вот эту штуку надо сожрать. У меня всего одна есть. Он, смотри, кидается. Да! Э-э-э! Ух, слушай, их можно прям это... Прям вырубать. Еще души с них падают, ничего себе. Но это... Это не те. Это не те, это... Это, грубо говоря, обычные полые солдаты. С тем количеством здоровья, которое соответствует этой локации. И мы пока не дотягиваем, чтобы их вырезать адекватно. Ох, вот он! Оно случилось! Смотри, с какой скоростью ты просто гореть начинаешь. Ёпт. Так, Маку-джин. Маку-бэ-бэ, бля! Он жив остался. Он умеет лазить по лестницам? Я надеюсь, он не умеет лазить по лестницам. Ненавижу эту локацию, я обожаю одновременно. Так страшно, так страшно. Так, ну он... Он явно... Я слышу, как ко мне бегут. Еще. Нет? Ух, потнота началась. Нам лишь бы до костра добраться. Чуть-чуть осталось. Ох, черт. Нету никого. Ну он явно вниз упал, а там я не знаю, что с ним случилось. Возможно, он не будет мне накидывать еще неприятности. О, господи. О, господи. О, господи. Страшно, 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 страшно. Он упал. И у них тоже все достаточно страшно и сложно тут. Так, я жду, чтобы ты залез. Но если нет, спущусь я. О, страшно, блядь. А знаешь, что самое страшное в этой локации? Что я не знаю, куда идти. О, черт. Что это? Сука. Что это за хрень? Я ее убью. А, это еще один этот дядька. Нахер они его в бочку посадили, дебилы что ли? Я слышу какие-то мелкие шаги мега-тараканов или пауков. Супер страшно. По-моему, на вот этом маленьком мосту... На этом маленьком мосту костер был. О, ББ. Извини, что я твой труп уронил. Никакого уважения к мертвым. Здесь какой-то подъем еще. Я слышу собак. Вот это страшно, хер. Собаки, вот это прям... Саре бежит. У-у-у. Бежит давать мне пиздов. О, маска тени. Я сказал, о, потому что... Ну, это... Это лут, как бы... Я не думаю, что это настолько хорошо. Вот бы еще видеть, куда атакуешь. Просто я бы был бы... БББ так счастлив. Если бы смог увидеть, куда я атакую вообще. Так, ну, допустим. Нам нужно как-то на бетонку туда попасть. Отсюда можно пройти? О, там собака! Отсюда можно прыгнуть. Я боюсь, что мы не допрыгнем. Не, в смысле, я боюсь, что я не допрыгну. Но, походу... О, там, там две! Куда вот они бегут? Если они туда бегут, значит, искусственный интеллект ведет их к какому-то переходу. Здесь явно вниз не спрыгнуть. Я так боюсь туда прыгнуть. Но здесь нет лестниц больше. Единственное, которое ведет наверх, это... Где этот шмот тени. О, так, ну чё? Чё, меченый. Будем прыгать? Если погибнем, и это все моя вина. Они накладывают токсин, типа... А, нет, не-не-не, там этот... Там Макуджин кидается. О, чёрт! О, чёрт! Он продолжает. Здесь точно нет костра? А, блин! Сука, просто по КД кидает. Ты посмотри, каждый раз попадает. Я не вижу здесь костра. Мне казалось, что там раньше был на бетонке костер. Но умирать из-за этого я не планирую. Точно. Мы... Мы не будем умирать в такой ситуации. Мы просто отсюда можем вернуться и через запасной ход пройти. По-изи. Я думаю, что на сегодня достаточно насыщенная серия получилась. И ещё насыщеннее её делать я не готов. Следующий шаг это спуск туда в катакомбы и убийство квилика. Максимум, что можем сделать, наверное, сжечь души, которые у нас скопились. Оставить самые крупные души-хранительницы и, естественно, закинуть для улучшения фляги с эстусом. Прямо. Сто процентов. Хотя бы достаточно залить, чтобы ещё один или, может, даже пару уровней улучшить. Наверное, с следующего уровня души тоже бахнут эти пять штук. И мы на этом успокоимся. А, там надо ещё. Ладно, бахнем пару следующих. Допустим, три этих. Этого же хватит на пару уровней. Как раз. Ребята, большое спасибо за то, что присоединились к моему прохождению Dark Souls. С вами был Джонни, специально для канала Joywire. Желаю вам всего хорошего. Я постараюсь не забыть в описании добавить ссылку на наш Discord-канал, где вы можете общаться с единомышленниками и любителями этого канала. Ну и со мной в том числе, естественно, потому что я любитель своего контента. Как минимум, серия RimWorld. Вообще, моя любимая. Я уже раза три пересматривал каждую часть. Кстати, скоро новая. Ещё раз огромное спасибо. Желаю вам всего хорошего, хорошего настроения. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Это очень помогает в продвижении канала. И в мотивации меня на создание новых роликов. Это был Джонни. Для канала Joywire. Всего вам хорошего, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok